Всем привет, друзья! Мы сегодня с вами будем смотреть огромное количество объектов в аренду. В общем, на самом деле, вы просто можете, посмотрев сегодняшние объекты, решить, где вам лучше, комфортнее, класснее остановиться на острове Баракай. Мы сегодня расположим вас к самым лучшим решениям, потому что уже заканчивается сезон дождей, он уже закончится практически. И сегодня вы должны просто принять решение, где вы будете жить, когда приедете на наш замечательный остров. Готовьтесь к самым классным, к самым дешевым, к самым дорогим, к самым, к самым, к самым, к самым, смотрите, это видео будет по-настоящему круто, весело. Поехали! Смотрим еще одну комнату, она сейчас под ремонтом, но к тому моменту, когда сюда кто-то будет заселяться, комната будет полностью готова. Сейчас тут еще проходит ремонт, поэтому выглядит не совсем хорошо. Но, как бы, обещают в ближайшем будущем все уже исправить. И к моменту въезда будет, соответственно, здесь вполне. Какие цены в этой комнате? Это два месяца. Обратил внимание на то, что многие комнаты сейчас идут, не знаю, как бы у них реновация, реновация, ремонты идут, реновейшн, да. Вот, и на самом деле мы попадаем сейчас на старые объекты, но эти все объекты ремонтируются. Все равно с тем, что, наверное, сезон, как бы, у нас начинается в ближайшее время, и, соответственно, собственники пытаются улучшить жилищные условия, соответственно, и цена, скорее всего, тоже будет улучшаться, увеличиваться, я думаю. Поэтому, друзья, если вы планируете что-либо здесь арендовать, лучше заранее договариваться, чтобы была адекватная цена, потому что цена реально будет прыгать, я думаю, очень сильно. Место, где мы с вами находимся, пляж Булабок, рядом находится в шаговой доступности, очень удобное место. Это, в принципе, расположение буквально в трех минутах от Лейктаун, это центр Баракая, Димол, и здесь находиться, на самом деле, одно удовольствие, потому что все самые активности, все самое главное, все проходит именно здесь. Поэтому вам точно скучно не будет здесь, здесь очень классно. Вот, ну, надеемся, сейчас найдем более адекватный прайс, потому что хочется, чтобы была цена. Видите, потому что комната, вот эта комната, она еще под ремонтом. Но они сказали, что с декабря все уже изменится, все улучшится, и теперь, как говорится, кто ее первый займет, тот будет действительно счастливым человеком. Потому что комната очень удобная, на долгосрочную аренду подходит. Вот, расположить здесь, вот, ну, я не знаю, они, наверное, считают, что тут мы на четырех расположить, но мне кажется, что эта комната хорошо именно для семьи, где два-три человека будут находиться, что, в принципе, вполне достаточно. То есть, два взрослых и один ребенок. А вот так выглядит двор. Здесь, кстати, тоже много иностранцев живут. Мы только что общались с одним. Мужчина работает удаленно. Вот, выход по тропинке прямо вот на центральную улицу. Место очень тихое, спокойное. И в тот же момент, как я сказал, находится в центре, прямо в центре острова. Сейчас узнаем о ценах. 35? 25. Не эксклюзивные биллы. Электричество вот там. Так, ну что, у нас здесь есть кровать, у нас здесь есть шкаф, дополнительный матрас, еще есть еще одна кровать. В принципе, так выглядит комната. Достаточно яркие цвета. Комфорт-рум. Горячая вода. Все, в принципе, присутствует. Все, что необходимо для нормальной, комфортной жизни. К сожалению, в этом номере нет у нас кухни, но кухня есть. Можно или наверху готовить, или же можно пользоваться услугами различных кафе, которые находятся буквально в шаговой доступности от этого места, потому что это центр Баракая. Ну и чтобы была все-таки действительно понятна ценность этого района, мы сейчас с вами немного проедем, и я вам покажу, насколько близко находится пляж Балабук. Балабук пляж – это один из самых популярнейших пляжей Баракая, потому что именно там каждый день можно заниматься катсерфингом. И вот уже буквально, наверное, в течение месяца начнется самый активный сезон отдыха в этом направлении. Поэтому сейчас мы давайте напрямую проедем на этот пляж. Вот, я выбрал короткий путь для того, чтобы посмотреть и, конечно, вам все-таки поделиться информацией. Особенность пляжа Балабук как раз в том, что, как вы видите, он свободен от туризма, вот, и как только здесь начнется все-таки большой прилив, к этому моменту начнется, конечно, здесь активное использование услуг катсерфинга. Здесь и школы, обучающие катсерфинг, кстати, на русском языке, и многие мне подписчики приезжают сюда обучаться только потому, что здесь именно учат русском языку. Мы сейчас посмотрим с вами, там где-то даже было объявление, там, на русском языке. А так, в общем, в целом, пляж очень классный, я сюда прихожу каждое утро для того, чтобы побегать. В принципе, как вы видите, свободная атмосфера, никто никому не мешает, там парень сидит, медитирует, если не ошибаюсь, он с той стороны, если посмотрите. Вот, никто никому не мешает, действительно, очень удобно. Здесь выход на один из известнейших отелей, вот он находится с левой стороны, отель называется Аква. Вот, в Аква можно не просто классно проводить время, там у них и пенопати, и все, что хотите, там реально офигенное место. Вот, дальше мы выходим, если поим туда, в той стороне находится гора Мантлюхо, ну, гора Лухо называется так, да, мы называем Мантлюхо. Вот, и в принципе, тоже есть где потратить свое время с пользой. Если вы посмотрите в эту сторону, есть еще, как видите, дополнительный остров, интересный такой закрытый остров, вокруг которого тоже можно побродить. И то есть, плюс, с левой стороны оттуда будет настоящая филиппинская деревня, где живут люди, коренные филиппинцы, которые там, наверное, здесь, ну, наверное, веками создавали свои традиции, обычаи. И вот именно самые-самые настоящие филиппинцы, они прямо там черные, вот прямо я реально говорю. А сейчас отлив, вот, и, наверное, где-то через недельки-две здесь уже начнется активность. Мы обязательно к этой теме вернемся. Так, ну, пока мы здесь, находимся, пользусь случаем спросить Никиту. Никита, как твоя жизнь на Филиппинах? Ты доволен? Конечно, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, да. Если Никита доволен, значит, все хорошо. А что сказать, что, поехали? Ну, почему поехали? Чемпочем? Поехали. Так, отлично. Мы сейчас едем, будем проезжать после одного тоже резорта. Ну, как резорт, это отель, по сути. Вот, называется, интересно у него название, называется такое Кальма. Кальма, да. Кальма это в переводе на русский язык спокойствие. Еще такое даже есть выражение, местные друг другу говорят, типа, там, ругаются, кальма, кальма, блин, все, успокойся, давай. Так, ну что, вот так и продолжается наш пляж Булабок. Мы сегодня прям его вдоль поперек с вами проедем, посмотрим, покажем. Место офигенное для спорта. Я вообще каждый день с удовольствием бегаю. Люди здесь вечером бегают. И в любом время суток они прямо настолько вот прямо расположены к спортивным увлечениям. Не знаю, вот новое место, я еще тут не был, кстати. Если есть какие-то контакты, то, в принципе, можно пойти посмотреть. Знаешь, у них только тут спортивные тактики. А, кальма-кафе, спорт-активист кафе, кафе, все кафе, 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 да. Вот. Вот еще строится один отель. Вот прямо с правой стороны от нас выходит. Отель будет готов. Я думаю, уже, наверное, в течение ближайших... Не знаю. Но, наверное, как бы тоже будет очень классно. Потому что вид прекрасный. Если бы сейчас не этот отлиф, то вообще было бы супер. Рядом, кстати, находится клуб Galaxy. Это один из самых известнейших клубов Баракаем. Где можно отлично проводить время. И очень, кстати, дешево. Последняя информация была о том, что в клубе Galaxy можно пиво купить за 120 песок. То есть цены вообще адекватные. Более чем вполне. Чтобы понимали, такое же пиво будет в магазине стоить где-то 70 песок. Вот. Как вы видите, кайтсерфинг в уроке. Вот. Мы изучаем и обучаем на английском, немецком, французском, русском, итальянском. Вот такая тема. Школа кайтсерфинга Хабакат какая-то. А вот сейчас мы решили выбрать, посмотреть более интересный вариант. Это вариант будет уже полноценный кондоминиум. Это целая квартира. One-bedroom. На территории находится, если не ошибаюсь, бассейн даже есть. Есть вполне комфортные, уютные условия. И здесь прям вообще просто все по суперсовременному. Вот. Цены, конечно... Дорого-богато. Дорого-богато, да. Цены посуточно нам объяснили. За 10 дней будет 40 тысяч. А помесячная оплата будет 60 тысяч. Но, в принципе, давайте посмотрим, что можно вообще за эти деньги получить. Потому что, реально, как бы, если человек хочет получить комфортный отдых, и этот отдых ему нужен прямо в центре Баракая, то... Это возможно? Это возможно. Это то самое место, где, в принципе, вы можете остановиться. Ну вот, собственно, тот самый двор, о котором я говорил, ребята. Тут у нас даже пальма, гляньте, кокосы, парковочные места. Все очень даже по-современному, прям очень классно. Вот. Вы видите, как выглядит, собственно, эта вся территория. На самом деле, очень уютно. Очень даже смотрится классно. То есть, я бы, например, в таком месте с удовольствием жил бы. Сейчас мы поднимемся на этаж, и нам сейчас покажут ту комнату, которая сейчас у нас доступна. Хотя, нам сказали, что тут только пример. На самом деле, комнат намного больше. И здесь, в принципе, всегда есть места, где остановиться. Сейчас у нас ключики получим, а пока наслаждаемся этим видом. Классно, прям вообще. Тут и море рядом, тут и бассейны рядом. Можно прямо с этажа прыгать в бассейн. Никит, ты бы хотел жить в таких условиях? Конечно. Бесплатно особенно, да? Да. Сейчас мы посмотрим. Наверное, вот эту комнату нам хотят открыть, потому что ключи сейчас ищем в этот вариант. Да. Так, гостей у нас много. Молодцы тоже. Ну что, друзья, заходим в комнату, смотрим, что у нас здесь. Присутствуют. Конечно, сразу со старта бросаются в глаза очень удобные, комфортные условия. Вот. Домашняя такая сразу обстановка, современная. То есть это тот уровень, который вам однозначно оставит хорошее впечатление. Одинчиво диванчик стоит, посмотрите. Там проник, да, где в комнату? Там еще, да, там еще комната. Вот она у нас, спальная комната, прям очень классная вообще. Ну, в таких условиях я бы жил, да? Посмотрим. Друзья, адекватный унитаз, горячая вода, душевая, по сути, кабина полноценная. Вот. Ну, что еще нужно для того, чтобы чувствовать себя человеком, да? Никита нужен, да? Не, очень хорошо на самом деле. Хорошо. Ну, нужно подбирать соответствующий бюджет. Да, то есть в данном случае, если речь идет о долгосрочной аренде и бюджета у вас вообще как бы не хватает, но нужно задуматься, да? Нужно ли? А если вы вполне собираетесь здесь приехать на несколько дней, остановиться, то почему бы нет? Почему бы не остановиться в таких комфортных условиях и чувствовать себя реально вполне более чем комфортно? Все, что нужно, есть. Все, интернет и все, что угодно. Гостиная, бедрум, комфортрум, все, прям все, все, все. Так что, друзья, если вам заинтересуетесь этим объектом, пишите нам в комментарии. Страшно. Ужас какой-то, что происходит. Ой, ужас. На самом деле, друзья, это просто собаки решили пообщаться друг с другом, устроили такой флешмоб. Наверное, я не знаю, короче. Как раз за моей спиной дорога в сторону Димола. Как я уже несколько раз сказал, Димол это прям центр Баракая, самое главное место, которое есть. То есть это самый-самый центр. Плюс отсюда в шаговой доступности находится именно тот самый пляж Балабок. И если вы занимаетесь катсерфингом, так же мы об этом уже несколько рассказали. Однозначно место идеально. Вот. Так здание выглядит за моей спиной. Но мы сейчас еще один объект проверим, потому что он находится так же рядом. Вот. Посмотрим, что там внутри. Давайте отправимся. И спросим, сколько, что будет стоить. Поднимаемся мы с вами. Сейчас попробую найти Ахану, кто у нас здесь, кто у нас здесь находится. Ресепшн, ресепшн, пойдем сюда, ресепшн. Hello. Друзья, мы сейчас заходим, смотрим комнату стандартную. Это Good4Tool. Как видите, размер комнаты не такой большой, как хотелось бы. Но, в принципе, здесь все есть. Очень даже уютно, комфортно. Говорят, владелец этого здания. Врач. Врач. Не будем называть на русском языке все понятно по-английски. Вот. Это большая комната. Мы идем сейчас в большую комнату. Вот. Здесь уже много комнат. Здесь много уже кровати. Четыре кровати. Вот. Давайте более детально со всем ознакомимся. Стоит она у нас, сейчас узнаем, сколько. Кольцель больше трех тысяч. В сутки. Как вы видите, много кровати. Четыре штуки. Вот. Не любят они разделять их отдельно комнаты. Ну, че есть, то есть. Окей, what about price this one? This one is... They made a mistake there. This one... Starting... I just interested in from November 16, maybe, because big one, it's only for November... From November 16. 3,5? Okay, yeah. 3,5, yeah? Yeah. Very nice. Вот. За ночь. 3,5 тысяч стоит посуточно для четырех четырех четырех. Вот. Это уже... Это уже интересно. Вот такой вариант мне уже больше нравится, если честно. Так... For three packs? You can use three packs there, and two packs there. Two packs? Two packs, yeah. But... It's all in one room. It's another room there. Ah, B2B drums? Yeah. А, то есть есть у нас еще две комнаты. О, так это круто. В теории вмещается пять человек. Пять человек. Пять человек сюда мой в месяце. Такой вариант интересен, конечно, да. А также посуточно. И отдельная душевая кабина с туалетами. Ну, она везде дешевая, просто у них еще и кухня есть. Вот у них тут кухня. Yeah, microwave. Yeah, yeah. Kitchen zone. Kitchen zone, ага. Yeah, see it. What about price for this one? This one is... Also from November. 5,500. 5,500. 5,500. 5,500. Угу. 5,500 получается у нас. Посуточная аренда. Ну, что сказать, друзья. Друзья, на самом деле вариант неплохой, но, как ты понимаешь, это чисто по дням аренду, да? Да. Просто все заточено по суточную аренду. Помесячное их предложение у них просто не существует. Минимальная цена 2,000 в сутки при условии помесячной аренды, это очень дорого. С учетом того, что комнатушка маленькая, 60,000 платить, вот, буквально напротив, 60,000. 60,000 напротив прям в реальный кондоминиум, и у них тут даже, я так понимаю, ничего, у них бассейна нет, у них есть чердак. Да, и все зависит от сезона, ты видел, у него прайс есть. Да, у него от сезона зависит так далее. То есть, ну, как бы это построено, знаете, на чем? То есть, мы заселим несколько человек, ну, возьмем с них дорого, да? Вот. Или мы заселим весь дом, но мы возьмем подешевле, вот. Кто в этом выигрывает, я уж не знаю, на самом деле. Видимо, просто создается впечатление, что собственники не хотят заморачиваться и просто пытаются сэкономить свой труд, наверное, свою нагрузку, да? Вот, наверное, как-то так. Вот. Или просто хотят поступать, как все поступают. Вот. То есть, у всех такой прайс, и у меня будет такой прайс. Да? Вот. Наверное, из этих соображений так все это выглядит. Ну что, мы еще в одно место сейчас проедемся, вот. У нас сегодня насыщенный такой полезный репортаж. Я надеюсь, он действительно кому-то поможет, друзья. Ну, я хочу вам сразу сказать, что не нужно сразу расстраиваться, делать какие-то поспешущие выводы, говорить о том, что безумно дорого на Баракай жить. Если вам нужно заселиться в более доступном варианте, вы обязательно можете ко мне написать в телеграм-канал, мы подберем для вас другие варианты. Цены, на самом деле, везде разные, адекватные. Мы сейчас рассматриваем исключительно центр Баракай. Здесь цены всегда завышены. Это нужно понимать, и это нужно принимать во внимание. Друзья, мы еще одно место посмотрим. Это более дешевое. Сейчас поговорим с собственником. Кровать есть. Это хорошая фотография? Хорошая фотография? Хорошая фотография. Хорошая фотография, да? Окей. Какая цена для этого? 14 тысяч. 14 тысяч, друзья. Это стоит место. Находится оно также в центре Баракая, прямо возле Димола. Понимаю, такая цена только потому, что возле Димола находится. Сейчас мы пойдем посмотрим другое место. Ходится в другое место. Немножко дальше. То есть это просто для того, чтобы вы понимали разницу в цене. Потому что действительно, как бы, цены завышены очень сильно. То есть видите, там у нас место получается, можно выйти туда и там еще сушить вещи и так далее. Прикольно как бы сделано. Цена 14, очень дорого за такую комнату. Очень дорого, считаю. А вот это уже получше. Вот, здесь у нас уже есть, здесь у нас уже есть Aircon. Вот, комнатка такая же маленькая, но есть у нас соответственно здесь уже кондиционер, что в принципе уже создает возможность хотя бы более-менее комфортно находиться. Тоже, кстати, вот это место, как видите, маленький свой такой дворик для того, чтобы можно было тут посушить, собственно, ваши вещи для того, чтобы можно было вполне более-менее комфортно находиться. Сейчас мы по цене только еще уточним, да. И дальше можно будет поговорить. Так, тоже самое, комфорт-рум тоже все свое есть. Кухонная зона тоже, ребята, есть. Вот она, кухонная зона представлена. Здесь тоже, в принципе, нормально. Ну что, друзья, Wi-Fi здесь у нас нет. Номер телефона я сейчас сохраню. Он находится, оказывается, прямо на воротах. It's possible to park motorbike. Yeah, possible, yeah. Okay. Вот. Не скучно? Еще и собака есть. Вот. Самое главное, ребята, то, что это место находится прямо рядом с димолом. И, в принципе, вообще не проблема, потому что в шаговой доступности тот же пляж для кайтсерфинга. Место простое, но, как вы видите, все по достаточно адекватной цене для такого места. То есть, если вы приехали сюда отдыхать и, как бы, выбираете вариант между 60 тысяч и 14 тысяч, ну, конечно, если у вас нет денег, вы, собственно, проводите все время там где-то на пляже, то 14 тысяч это вполне адекватная цена. На Филиппинах действует одно простое правило. Если вы хотите найти любое жилье, вы просто берете и идете и спрашиваете. Спрашиваете знакомых, просто прохожих, заходите в соседние дома, спрашиваете, кто где что сдает. И это единственный способ здесь найти жилье. Вполне адекватно. Все объекты, которые мы сейчас с вами смотрим, наверное, большинство из них вообще отсутствует на Фейсбуке или где-либо. Вот, особенно вот этот объект дешевый. Вообще, он просто, его вообще нигде нет. Вот, его нигде вы не найдете. Мы его нашли, просто случайно сейчас ехали, случайно увидели, на повороте там была какая-то реклама. Вот, вот и все. Таким образом, и нужно искать жилье на Филиппинах. Если вам нужна помощь в поиске размещения на Филиппинах, практически в любом месте, вы просто можете мне написать в телеграм-канал и мы с вами обязательно определимся, как это можно сделать максимально комфортно. Удобно и, главное, быстро. Еще одно место, друзья, куда мы с вами пришли. Интересное место, очень вполне уютное, современное. Ну, посмотрим, что внутри. Говорят, нам комната для двух человек подходит. Вот, достаточно просто, но, в принципе, это комфорт-рум, да, комфорт-рум такой. Да, комната для двух человек, в принципе, подходит. А смотрите, есть тут у нас еще и кухонная зона, я думал, это просто будет какой-то там балкончик. А вот еще, кстати, место есть для курения, кстати, ребята. Вот, для того, чтобы постоять, покурить, посмотреть. Так, как-то она открывается. А, вот он открывается. То есть, вы поняли, маленький такой балкончик, да, чтобы можно было подышать воздухом, покурить. Вот, здесь у нас есть кухонная зона, что, в принципе, очень хорошо, кстати, классно, реально классно. Вот, столик, вот, при том, что, заметьте, вы можете готовить, кушать, и никто, в принципе, друг другу не мешает. Здесь можно уже отдыхать, телик смотреть. В принципе, вполне удобно. Шкафчик есть, вот, вентилятор, кондиционер, вай-фай у нас тут есть. На самом деле, цена, я бы не сказал, что сильно завышена, вполне адекватная цена, потому что это, опять же, центр Баракая. Как сказал, пляж Балабук рядом. Комната разделена на две, по сути, такие комнатки, потому что здесь у нас, как я сказал, есть кухня. Вот, там балкон отдельно, здесь у нас комната, где можно отдыхать, и, в принципе, все. Еще? Там комната находится... Еще одна? Два бедрума для двоих, отдельная кухня, отдельный жал. У нас еще одна комната есть, ребят, давайте посмотрим. Это была комната good for two? А это комната для четырех. Is good for four your site? А? Окей. Ну что, друзья, давайте посмотрим сейчас еще раз подробнее, потому что вот у нас есть кухонная зона. Она прям, вообще, отличная. Как вы видите, вполне неплохая. Это помещение можно снимать также посуточно. Как нам сказали, две триста будет стоить аренда посуточно. Здесь у нас есть одна комната, как видите, спальня, тоже с кондиционером, все как положено. Здесь у нас есть, типа, такой вот зал, я не знаю даже, как гостиная. Здесь еще одна спальня, тоже с кондиционером. В принципе, если вы приехали большой семьей, то этот вариант вообще идеально. За такие деньги посуточно здесь, в центре Баракая. Да, вы что, это вообще просто супер, на самом деле. Вот, такая комната доступна сейчас. Если вам интересно получить ее в аренду, на долгосрочную аренду или же посуточно, просто напишите ко мне, просто напишите в телеграм и я обязательно вам помогу, помогу получить это место. А вот так выглядит здание сдалека. Выход на пляж буквально, сколько там, три минуты, да? Две-три минуты до пляжа. Две-три минуты до пляжа и, в принципе, уже будет центральный, ну, этот пляж, который балабок. Кайтсерфинг, всевозможный спортивный отдых, все, все, в принципе, есть. Вот такое вот уютное место мы нашли. И, честно говоря, я бы тут прям закрепился бы на долгосрочную. Вот по дням из всего, что мы сегодня смотрели, мне понравился именно этот вариант посуточная аренда. Еще я хочу сказать вам, что если вы будете, воспользуетесь, конечно, нашей помощью и обратитесь прямо сейчас в телеграм и скажете, что именно хотите арендовать это место, то для вас будет сделана еще дополнительная скидка. Поэтому пишите прямо сейчас и уж точно не пожалеете. Расположение шикарно, отлично, я думаю, все будете очень даже довольны. Двор вообще классный, да? Все чистенько, все реально, фигенно. Мне очень нравится. Да, общая зона убирают. Все, да, чисто, да, смотрится очень классно. Окей, thank you. Have a nice day. Я думаю, на сегодня все. Наверное, мы уже пришли к той цели, которую мы сегодня все поставили. А цель была у нас однозначно найти адекватное хорошее место, которое подходит для аренды и десяти дней, и для аренды двух-трех месяцев и так далее. В общем, да, сегодня мы эту задачу выполнили. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Соберем много лайков и обязательно повторим еще. Потому что Баракай, на самом деле, здоровейнейший остров, на котором можно найти огромное количество вариантов. Мы будем смотреть и самые дешевые, и самые дорогие. Все, 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 все. В общем, готовьтесь, будет действительно круто. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Пока, пока.